знаешь у меня к тебе такой вопрос всем привет кто будет смотреть и вопрос этот у меня был личный личного характера но я решила вернее я решила ты сказал давай запишем это для всех да поэтому спасибо большое надеюсь что я получил для себя ответ первое это у меня почему ты называешь людей идиотами у себя на канале да ты используешь это слово что человек либо идиот либо идиоты и это как бы режет слух я думаю что мне режет и другим также ну как бы знаешь не особо приятно слышать этот из уст пастора из уст человека священника что такое определение человеку идиот и второй момент исходящий из этого что якобы ты подвоешь такой суд для этого человека что вот он идиот это суд ему суждение такое все он идиот и точка над этим описание говорит что не судите да не судимы будете значит получается ты его выносишь ему суд что он идиот мне хотелось бы вот в этом ключе рассмотреть чтобы ты ответил для меня что есть суд и почему идиот вот на хорошо вот смотри только попроще ответь пожалуйста хорошо я отвечу одним ответом на два вопроса вот и я понимаю прекрасно что не у слушателей не у тебя нет претензий к достоевскому по его книги идиот не у кого нет достоевскому претензий до 100 и вообще нет особенно у тех кто эту книгу не читал вообще претензий они отсутствуют претензий ко мне хорошо да я должен но это критика неоднократно там и от тебя просто мы решили это на видео записать я искал давай включим и я отвечу давай я отвечу и начну с с темы суда вообще суд это то что надлежит делать и участвовать любому человеку на планете земля именно правосудие является не просто нравственный какой-то нравственный механизм правосудие является жизненно необходимым механизмом для того чтобы люди жили на определенной территории до отведенные богом и когда мы рассматривали ветхий завет помнишь и часто очень писание учила и заповеди учили о том что люди которые живут в определенной местности они должны разбирать любое убийство чтобы взыскать невинную кровь ну скажем так с того кто это сделал и чтобы не было чтобы люди не страдали невинные да и чтобы злодеи были наказаны если этого не будет делаться писание говорит только и бог говорит я прокляну эту землю за вас помнишь да именно он говорит я прокляну за вас то есть это это очень-очень важное замечание которое говорит о том что люди должны все принимать в этом участие это всему народу это не судейскому на какому-то цех орган это всем людям заповеди эти были даны и в данном случае без я хочу просто сказать без правосудия невозможно ни котлету пожарить стране не машину сделать нормальную почему потому что это хлебный вопрос когда нет суда и правосудие люди не способны что-либо творить вот с любым ай-кью с любым вот люди могут быть самые золотые а понимаешь вот ничего эта земля не сможет выдать это такое своего рода такое проклятие какое-то знаешь дети понедельника потому что каждый будет делать то что он хочет его это во первых и во вторых и в этом есть определенная рациональность что суд суд который люди творят они должны закладывать в этот суд рациональность по-другому рассматривать дела относительно господа а не себя как они решили что есть хорошо и что такое плохо понимаешь рациональность должна быть еще раз хочу отметить эту вещь что во первых а бог отдал землю в аренду они собственность человек и он наложил на него ответственность за то что он делает на этой земле а не так что делайте что хотите ваша земля я ни при чем нет люди должны это делать еще раз подчеркиваю и второе что я хочу подчеркнуть рациональность этого суда должна быть по-другому в рациональность заключается в том чтобы соблюдать относительность бога который является творцом и собственником этой земли поэтому суд данном случае защищает интересы творца на земле которую он сотворил чтобы там его интересы представлять и защищать что такое хорошо и что такое плохо это понятно вот это понятно да что в чем что есть суд и в чем рационализм его да еще раз просто хочу отметить все это всем людям это не судейскому корпусу понимаешь это не судейскому корпусу все принимают в этом участие все потому что все заинтересованы чтобы не пришло проклятие на эту землю теперь а смотри теперь я хочу раздражить народом несмысленным через римское право как это выглядит из чего начинается суд над преступником суд над преступником начинает с оперативника который поймал преступника да потом этот оперативник передает его в органы следствия следствие начинает работать и собирать информацию об этом преступнике да и в данном случае я говорю об абсолютном каком-то не абсолютном о хорошем механизме рациональном механизме который следователь может результате с собирания такие доказательства обнаружить что действие оперативника были неправильные и он подставил преступника типа преступника и это вполне возможно мы не знаем решение до тех пор пока это не дойдет до высшей инстанции но следователь собирает доказательства да эти доказательства собранный он смотрит и говорит я считаю они во всей полноте собраны да я считаю так говорится но то что мало то что он считает он должен передать это в прокуратуру прокурор это человек который обвиняет преступника но в данном случае прокурор является в том рациональном суде который нарисовал он является защитником того государства и того населения от гнева божьего в каком плане ему надо изобличить преступника не наказать невиновного а наказать виновного разобраться и все это сделать рационально бога потому что а как жить в обществе которое будет проклято и в данном случае прокурор это человек который защищает свое государство и он является обвинителем от государства защищая его ну знаешь как от от гнева божьего который грядет за то что если не будет неправедного суда на этой земле понимаешь да и он берет эту в папку изучает ее и и находит это дело правильным я говорю о рациональности мы гуляем о рациональных следователях рациональных прокурорах он находит и говорит да тут системно все сделано все четко все это он говорит все я это в суд передаю я это в суд передаю я обвиняю этого человека то есть государство обвиняет она хочет изнутри себя убрать всякое беззаконие перед богом да рационально и он начинает готовиться к судебному процессу да то есть раскладывая все системы и только судья которому передается это все только судья выносит определенный приговор и вердикт да только судья никто не может этого сделать кроме судьи вообще тебе даю такой лайфхак когда ты смотришь и человек рассуждает о суде и говорить допустим такую фразу и того вынесем вердикт если ты такое слышишь то ты понимаешь что перед тобой человек который ничего не понимает о суде он сгромоздился на место судью надел не ту мантию понимаешь тяжела шапка в информах так вот вердикт не может это не следователь не может это слово своем рту иметь понимаешь прокурор не может своим рту иметь это слово это слово имеет только судья вердикт понимаешь да только тогда это происходит вот это все суть вот я показываю тебе увидим часть через римское право и понимаешь и теперь я тебе отвечаю на твой вопрос только идиот способен обозвать следователя или обозвать его действия сказать да вы судите собирая этот материал да вы судите следователь скажет ты идиот что я собираю информацию понимаешь только идиот может на прокурора сказать а вот это точно судья ведь он обвиняет это не судите и прокурор скажет нормальный прокурор скажет вы идиот вы совсем идет вы совсем оторван от жизни я прокурор у меня другие функции понимаешь если ты не можешь отличить следователя и прокурора от судьи я еще раз это скажу том числе и в камеру ты идиот идиот это человек оторванный от всех этих процессов его процессы не волнует как таковые он только вякает и вякает не в попад идиотизм свой показывает он идиот не потому что он какой-то ну знаешь низкого социального там нас кла с социального статуса или там мало айкью какой-то я не про это же его идиотизм лежит в том что он не хочет принимать участие в том чему учит писание а мы все должны быть каком-то плане свидетелями следователями там прочее то есть у каждого свое мы все должны участвовать в этом суде я еще раз тебе хочу сказать если чек отказывается это делать ему только свое понимаешь работа машинку купить еще что-то вот одеться вот знаешь вот мешочник вот вот у него машину купить хорошую одеться в одежду хорош чтобы все было хорошо его вообще не волнует что происходит а потом он берет и вякает на тех кто делает то что я делаю не судите мне вываливается это изо рта не в попад и понимаешь вот это так и выглядит что наследователя человек говорит ты судья он говорит идиот что я собираю информацию я не судья я следователь или свидетель допустим обвинение есть такой да он говорит да я видел этот человек он делал то-то то-то и кто-то ему зала хватит судить ну не идиот ли он свидетель в суде он свидетель не судит он свидетель и вот тот кто не различает эти вещи простецкий да простецкий я тебе привел специально ты просила просто объяснить да ну скажи это и это же идиот который не может отличить это но но это говорит о том что он вообще оторван от жизни полностью он только о себе думает он вообще оторван ему вообще пополам общество и так далее и таких называли греки идиотами и он сам это сделал это не айкио это не образование и это не обзывательство это не суд это всего лишь констатация факта согласно того как он реагирует на действительность которая происходит вокруг него понимаешь а вопросы суда я тебе разобрал да и писание учит нас не судите почему потому что любой человек знакомый с библии ну тот кто рожден свыше тот кто живет на планете земля рационально он понимает что есть один судья и не судите это к нам относится ты ко мне относится и никто не имеет права в рот свой ложит слова вердикт мы можем быть свидетелями несправедливости беззакония следователями которые разматывают это дело доказывая виновность да кто-то может быть призван быть прокурором системно и все это происходит и догадайся кто стоит вверху всей этой деятельности все это не я пирамиды не хочу назвать все это деятельности бог который есть царь царей бог богом судья и любой прокурор нормальный будь то или свидетель как человек да который попал ситуацию либо следователь который призван к этому да и это его задача он никогда на себя эту мантию не наденет понимаешь но это надо быть идиотом понимаешь это надо быть идиотом каждый занят своим делом и каждый заботится о том государстве он любит это царство в котором он живет он его гражданин он защищает от проклятия его он преследует определенные цели они против кого-либо и вот это как раз так и работает и в данном случае не судите а но также для меня звучит агру да не дай бог слава богу что есть судья почему потому что судьей понимаешь я априори быть не могу они идиот только потому что только судья который знает мельчайшие подробности от которого не скрыто ничего не тени никаких и так далее только он может вынести вердикт вечный а в данном случае ты понимаешь в чем все дело вечный вердикт виновен если виновен это не 5-10 лет отсидеть это вечность ты понимаешь что это такое то есть нет ты не понимаешь что это такое я тебя загоняю такое то чтобы ты махала головой да ты не можешь понять это потому что ты временно ты рационально даже не может просто у тебя должен быть страх вот что я хочу вызвать страх внутри тебя ты понимаешь что это может сделать только судья конечно которого нет ни тени у него он свет конечно я понимаю вот а он смотрит на работу прокурора следователи свидетелей оценивают ее также в этом же случае то что он является на вершине всей этой системы права которую он придумал и суд это это божье дело в котором принимать участие надо но не судить у меня есть еще один вопрос но я тебе его задам вне видео почему но надеюсь что ты ответишь в следующий раз на него для всех ну хорошо хорошо но я тебе ответил на эти вопросы поэтому смотри идиот это не обзывалка еще раз это не обзывалка это всего лишь констатация факта когда человек делает это он обнаруживает себя потому что через простую вещь который эти привел до через римское право то есть который является блеклой формой того что происходит царство божьим но бог через это нас учат вот эти системы бог даже через это нас учат вот этому к этому надо отнести серьезные царство божие там где праведность мир и радость там от остается судья там те же самые законы как бог учил свой народ ветхом завете все то же самое его царстве осталось и мы живем так и ничего этого на земле не изменилось вот принципе вот вот и все но я думаю что ты ответил и мне я-то за себя знаю я почему говорю думаю я думаю что и другие также возьмут этот ответ и будут его оживать будут размышлять уже в наклонении перед богом и они в наклонении только себя любимого поэтому спасибо тебе огромное все ну смотри спасибо я смотри я от я проще я уже не отвечу на этот вопрос